В то время как правительства цивилизованных стран мира решают вопросы помощи пострадавшим отраслям экономики от карантина, связанного с эпидемией коронавируса, думая, сколько же триллионов евро и долларов влить в экономику, то запоребриковая госдура взялась за вопросы пересмотра целевого использования древесины в регионах, планируя рассмотреть соответствующий закон в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии. Согласно нынешнему лесному кодексу, россияне вправе заготавливать древесину для отопления, возведения строений и иных собственных нужд. Для этого граждане обязаны заключить договор, в котором сказано, что заготовленная таким образом древесина не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами. Грубо говоря, дрова-то собирать можно, а вот продавать нельзя. Как посчитали правительственные бонзы, в собирании народонаселением валежника имеются многочисленные случаи нарушений принципа целевого использования древесины. В связи с этим разработчики инициативы предложили передать контроль над этим региональным органом власти и установить, что нарушение требований закона влечет ответственность в виде неустойки в соответствии с договором купли-продажи лесных насаждений. Анализируя эти чудесные и крайне передовые в 21-м-то веке инициативы правительства, первое, что хочется отметить, рано радовалось население Балалайчной, когда правительство разрешило ему собирать дрова в лесах. Мы вот как чувствовали, сообщая эту новость, что правительство поторопилось и просто ну не могло позволить холопам вот так вот просто ходить в барские российские угодья и собирать там дрова. И как видим, мы не ошиблись. Согласно новому законопроекту, который, как ожидается, вступит в силу прямо с нового года, то есть как раз зимой, когда населению страны с самыми большими запасами природного газа больше всего нужен именно валежник для отопления, холопам для сбора дров нужно будет брать разрешение у местных бояр. А другого вывода в отношении этого всего просто не напрашивается. Ведь получается, что ранее сбор дров был дозволен напрямую центральным правительством России. Крубо говоря, эровчанин раньше что делал? Правильно, брел себе на опушку, набирал веток и шел домой греться. Ему никаких препятствий никто не чинил. А теперь же, зная бюрократию поссовка, особенно на периферии, чтобы пойти собрать охапку дров, нужно будет брать какое-то разрешение у местных властей. А учитывая, что периферийная бюрократия – это просто-таки рассадник коррупции, чтобы взять разрешение местному народонаселению, придется заносить в кабинеты Леспрома МСДУ. А на этом, да, разумеется, заносится и сейчас. Но с новым законом чиновники просто получают карт-бланш на хапок, и все будет работать по обычной схеме. От лесника до министра будет организована цепочка поборов, которая внизу будет заканчиваться на несчастных и замерзающих эровчанах. Более того, новый закон-то касается не только валежника, а вообще всей древесины, в том числе и для ремонтных работ. Все мы знаем, как и в чем живет периферия Запоребрика. Мы видели множество печальных кадров о глубинке с полуразрушенными избами, прогнившими сараями и упавшими заборами, которые не чинят не только банально по причине лени, неумения или частого употребления боярышника, но и от того просто, что в стране, покрытой лесами, лес почему-то не является средством для ремонта собственного жилья, чтобы привести его в хоть какой-то божеский вид. Теперь же по новому закону получить строительный лес для простого смертного будет практически невозможно, ибо всю полезную и пригодную для стройки древесину будут вывозить за кордон. А разрешение пойти напилить досок, чтобы залатать себе забор, региональные власти, получившие огромные полномочия для простого эровчанина, просто не дадут, потому что ресурсы ресурсной федерации – это не для простых смертных. Ну и последнее. Новый российский закон – это просто кладезь для местных ментов отлавливать по лесам и посадкам народ и брать с них мзду за то, что они пилят лес и собирают дрова без разрешения. Теперь любой дед, который наберет охапку дров, чтобы растопить печку – это потенциальный кандидат на штраф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова